Адам и Ева шли вместе с Богом, и на тот момент они были безгрешны, но несовершенны. Так что зрелости в их отношениях с Богом еще не было. И они бы вознеслись, если бы продолжали развивать эти отношения, поднимаясь с Богом на другие уровни вознесения, откровения, идентичности по мере того, как они развивали бы это. Так что в этой ситуации Адам не был обманут. Ева была обманута, потому что она слышала только то, что Бог сказал через Адама. Так что Адам решил последовать за Евой, потому что Адам на самом деле был своего рода искупителем. Потому что Адам знал, что только через деторождение его дети в будущем будут восстановлены. Так что Адам не был обманут. И в Новом Завете говорится, что Адам не был обманут, а Ева была. В чем же заключалась природа этого обмана? Это действительно указывает на то, что змей был существом, способным говорить, и что в них вполне могла быть связь с ним до этого. Но возможность выбора независимости была обманом. И этот обман поставил под сомнение то, кем был Бог, с точки зрения того, что Он любящий и добрый, таким образом, что это проникло в душу Евы. В каждом из нас есть врожденный аспект вечности, заложенный в наших сердцах, который представляет собой желание вернуться в то место, откуда мы пришли, прежде чем мы пришли в этот мир. Так что у Адама и Евы обоих был дух до того, как они пришли в земное царство. И в вечности в сердце было что-то такое, что манило их обратно к этому или в реальность этого. Этот обман был всего лишь небольшим поворотом. Сказал ли Бог? Ты же знаешь, это как если бы Бог отвернулся от тебя. Ты можешь быть как Бог, ты можешь быть Богом. И это в некотором роде основано на том, с чем столкнулся Иисус, на тех же самых вещах. Ты же знаешь, на тех трех вещах, с которыми столкнулся Иисус от сатаны в саду или в пустыне, Иисус не поддался на обман. Ты же знаешь, это как если бы сатана предложил Иисусу царство земли без необходимости проходить через какой-либо процесс. И он предложил ему превратить камни в хлеб и все такое прочее. Было это искушение. И так было искушение, которому поддалась Ева. Когда Ева поддалась ему, Адам сделал свой выбор. Так вот, они не знали, что должно было произойти, но в конечном итоге они оказались прячущимися от Бога, потому что они боялись того, что они сделали. И они были нагими. Что-то изменилось. Слава, которая была внешней, их дух, который был внешним, стал внутренним. В результате этого произошла перемена. Но в конечном счете, на чем нам сейчас нужно сосредоточиться, если мы продолжим идти в наших отношениях с Богом, найдем внутренний сад нашего сердца, реки живой воды потекут из нашего сокровенного существа, построим такие отношения, которые уберегут нас от обмана, потому что в нас есть Бог таким образом, что в конечном итоге Он пришел бы к нам. Они не выбрали, они жили во внешнем. Они еще не пришли к единству внутреннего. Это должно было произойти. Но очевидно, что теперь Иисус пришел как последний Адам, чтобы разрушить все, что сделал первый Адам. Все умерли в Адаме, все ожили во Христе. И теперь, в том, что сделал Иисус, мы все участвуем в Новом Завете этого благословения, быть единым новым человеком, новым творением, что, как вы знаете, является возможностью для нас продолжить процесс восстановления, раскрытия нашей идентичности и сыноства, нашего небесного места во всем этом. И именно на этом я хотел бы, чтобы вы сосредоточились, не слишком беспокоясь о том, что произошло. Адам и Ева были плодовиты. Они исполнили мандат сыноства до того, как Ева решила совершить этот акт самостоятельно. У Адама и Евы действительно было много детей. Многие из этих детей последовали за Адамом, как за своим отцом, и они пошли по тому же пути греха, по которому Адам решил пойти с Евой, по пути независимости. Так что были те, кто не согрешил в соответствии с грехом Адама, и они последовали за Богом обратно через огненный меч, через путь на древе жизни. И они все еще действуют в сферах небес прямо сейчас и никогда не умирали. Адам и Ева могли пройти через огненный меч, но им пришлось бы пройти через очищение огнем. И они решили спрятаться от Бога. И Бог продолжал искать их, нашел их, одел их в кожу, чтобы у них была возможность жить в этом мире, не будучи облеченными славой. Но будучи облеченными кожей, вы знаете, так что с этого момента все кардинально изменилось. И в конце концов, вы знаете, они не могли получить доступ к древу жизни в своем состоянии, не пройдя через огонь трансформации и в этом измерении. И в конце концов, вы видите,